здравствуйте вы на моем канале с вами валентина сегодня мы поговорим на такую тему тем более такая пора наступила конец июля начала августа что нужно делать грядки под землянику и клубнику все говорят положительные плюсы про свои грядки а я наоборот хочу рассказать про минусы теплые грядки где у меня посажена не клубника садовая а земляника безуса вот это у меня грядка вот она полностью она у меня уже пять лет здесь но были здесь томаты перцы а потом я решила посадить в прошлом году из семян земляничку земляничка зенгана по моему здесь еще как не помню очень хорошая была земляника и прошлом году я с кустиков с этих вот этой вот плантации целой снимала через каждые два дня по 2 литра даже с половиной земляники крупной такой красивой сладкой такой вот землянички в этом году у меня как видите сейчас пойду по грядке и посмотрим посмотрим полугола вот кусты как пропавшие кусты вот они сидят через один такая большая грядка вот ну я сорваю конечно земляничку уже мы сорвали с нее литров ну 5-6 точно земляники ну она меня стала болеть кусты вот они как видите стали пропадать и вообще вот они вот они какие стали листья некрасивые а это земляника до самой осени плодоносит ну конечно урожай был хороший сняли много я не могу сказать что не сняли сняли но факт тот что не земляники речь пойдет вот а это вообще съели полностью муравьи и вот сейчас я буду поднимать и мы здесь и кипятком обливали что делали все равно не заводится так вот хочу о чем сказать именно об этом не земляники самой велике хорошая и семенами можно ее выращивать потом напишу вот какие у меня здесь два сорта хороший земляника именно семян я хочу поговорить именно этой вот пленки вот она пленка вот это я ее буду в этом году снимать посмотрел в прошлом году блогерсы назовут просто имя 1 елена вот она расхваливала эту пленку да здесь удобно вот ячейки как видите удобно садить земляничку вот на расстоянии вот но это пленка это не спадбонт не должны на интернете посмотрю как она называется потом напишу она непригодна именно для клубники и земляники а почему это мой вывод и я хочу сделать просто вывод и сказать минусы здесь под ней она земляничка не дышит под этой пленкой абсолютно нету здесь как бы и вода стекает только лишь вот в эту дырочку стекает и здесь потом сорняки только выбирай под землянички вот так вот через эту пленку земляника вообще не дышит абсолютно и корней корням естественно здесь ведь не дает разрастаться толком мураги раздаводится весь потому что им там хорошо комфортно жарко наверно не любит жару и я в этой пленке просто разочаровалась она непригодна абсолютно именно для земляники и клубники поэтому если кто и пожелает такую пленку приобрести я просто не рекомендую весь урожай просто потеряете так как я потеряла в этом году я просто пожалела что я ее застелила в прошлом году у меня была засуна соломой я мульчировала и у меня земляника была чистенькая и хорошая и мы до самого октября месяца кушали землянику и кусты были хорошем состоянии в таком зелененьком вот а в этом году они меня болеют я считаю что это минус этой пленки вот такие вот минусы и что интересно что не дышит земля а земля должна все таки дышать и вода поступать не только через вот эти отверстия но и через саму ткань поэтому эта ткань очень нехорошая для меня может быть для кого-то кто-то скажет что для кого-то она хороша а для меня нет я короче в этом году испортила свою теплую грядку с этой пленкой поэтому как мой супруг сказал сними забрось и забудь так я в этом году и сделаю поэтому на следующий вот такой не ошибки не не буду делать лучше конечно все же сделала то именно утратил утратил или какой-то из подбоги мы называем который дышит которая пропускает дождение и воду все а это пленка для меня она минус вот чем я хотела поделиться своей такой неудачей вот этого года